В серьезной аварии на объездной дороге в районе улицы Комсомольской, Фокина, пострадали два человека. Молодой мужчина, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль грузового автомобиля и совершил на нем лобовое столкновение с микроавтобусом Toyota Sirena. Позже выяснилось, что представитель отечественного автопрома нарушителю не принадлежал. Подробности смотрите далее. Это серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в обед на объездной дороге в Фокина. КамАЗ на встречной полосе лоб в лоб протаранил микроавтобус Nissan Sirena. Визг тормозов и сильный удар услышали почти все жители этого района. Работники магазина первыми выбежали на улицу и поспешили на помощь людям, которые находились в микроавтобусе. Еще бы, ведь иномарку от удара развернуло на 90 градусов. Аварию спровоцировал водитель КамАЗа. Именно он на высокой скорости выехал навстречу и снес со своего пути микроавтобус. А после ДТП, как рассказали очевидцы, водитель вместе с пассажиром, еле передвигая ногами, поспешили ретироваться. Водитель с кабины выпрыгнул в состоянии алкогольного опьянения и побежал в сторону туда. Второй, пока очухался пассажир, тоже пьяный, вышел, выпрыгнул и дворами тоже ушел. Он пьяный, они в смысле шатались? Да, он прям бежать не мог. Второй, шатаясь, пакет взял и пошел туда. Ну, я уже дальше вышел, смотрю, здесь вот. Однако далеко, в буквальном смысле слова, уползти, главному виновнику ДТП не удалось. В ближайшем магазине его скрутили. Как рассказал хозяин торговой точки, беглец лично сказал ему о том, что за поворотом совершил ДТП на угнанном КамАЗе. Вследствие выяснилось, что КамАЗ и в самом деле был угнан со двора дома, неподалеку от места ДТП. Позже появился настоящий водитель многотонника и подтвердил, что приехал домой на обед, а рабочую машину оставил у дома. А горе угонщик своим ходом вернуться на место аварии не смог. Он упал и уснул сном младенца. О судьбе его пассажира пока ничего не известно. Чуть позже мужчина, конечно же, пришел в себя, но пока еще не осознавал всей серьезности ситуации. Ведь в аварии пострадали два человека. Это водитель и пассажир микроавтобуса. Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Сейчас виновнику аварии предстоят серьезные разбирательства с полицией. Ведь данный персонаж, как оказалось, не в первый раз совершает угон.